В Северском районе продолжается установка умных счетчиков. Это приборы учета электроэнергии, позволяющие сетевой организации считывать показания удаленно. Как отмечают специалисты Кубани Энерго, на сегодняшний день приборы должны быть установлены в каждом домовладении. Для жителей Северского района процедура эта проводится бесплатно за счет компании. Умные счетчики не отменяют традиционных внутридомовых. Демонтаж их не обязателен. Старый счетчик пока соответствует требованиям действующего законодательства и может выполнять функцию контрольного прибора учета. Установка счетчиков проводится в присутствии пользователя. Если потребитель не имеет возможности участвовать в процедуре запуска, то может обратиться в сетевую организацию с запросом о совместной проверке правильности установки и работы прибора. Каждый пользователь получает дисплей, напоминающий пульт управления. Однако повлиять на полученную информацию потребитель не сможет, поскольку устройство предназначено только для отображения данных о количестве потребленной электроэнергии. Напомним, что в Северском районе зафиксирован высокий показатель незаконного потребления электроэнергии. Установка умных счетчиков поможет решить сложившуюся проблему. Всего на сегодняшний день в муниципалитете установили уже около трех тысяч приборов. Курение – одна из самых вредных привычек. Ее губительное влияние на организм давно доказано медиками. Бороться с табачным дымом на уровне законодательства начали еще с 2013 года. Но речь все время шла о табаке и табачных изделиях. Именно в этот момент на рынке появляется новая продукция – так называемые электронные сигареты и их различные модификации. Под законодательный запрет они не попадали. В 2013 году был издан закон, запрещающий курение в общественных местах. В эти места попадают любые воспитательные и образовательные заведения – это школы, детские сады и другие места, где проходит обучение несовершеннолетние. Любые лечебные заведения. Также запрещено курение в общественном транспорте пассажирского назначения – это автобусы, троллейбусы, предприятия торговли, то есть это рынки, общественные магазины, предприятия, общепит – это бары, кафе, рестораны. Помещение общего пользования – это подъезд, лифт, лестничная клетка, ну то есть там, где бывает массовое пребывание граждан. Часто возникает вопрос про курение вейпов, разрешены ли они. Ни в одной из статей 25 федерального закона нет упоминания об электронных сигаретах. Соответственно, мы можем сделать вывод, что пока курение электронных сигарет не запрещено. Такие устройства позиционировали себя как абсолютно безопасные, ведь в них нет дыма, только пар. А в качестве материала для курения используется специальная жидкость, часто ароматизированная. Это якобы избавляет организм от продуктов горения и прочих вредных веществ. Но у медиков своя точка зрения по этому поводу. Нельзя считать, что электронные сигары абсолютно безвредны для организма. Они точно так же содержат какие-то химические вещества, которые ничего хорошего для организма не действуют, не делают. Если мы разберем, что такое электронная сигара, она обычно состоит как бы из трех частей. Это какой-то энергоноситель, то ли батарейка, то ли аккумулятор. Это какой-то контейнер, куда закладывается вещество, которое курят. Вот иммунштук. То есть они могут содержать также от никотин от нуля до очень больших доз. Вейпы и прочие электронные сигареты часто не подлежат никакой сертификации, как и жидкость для их заправки. Даже если она не содержит никотина, в ее составе есть глицерин и формальдегид. Именно эти вещества вызывают рак. Если не добавлять в электронную сигару табак, который содержит, или вещество, которое содержит никотин, значит он не будет получать той дозы никотина, которая нужна организму, и он все равно будет возвращаться либо к обычным сигаретам, либо он начнет добавлять в электронную сигару те вещества, которые будут с никотином, содержащие никотин. На самом деле медицина доказала, что это то же самое курение, с теми же самыми осложнениями, только более мягкое, но может быть немножко более длительно будет действовать на организм, но оно вызовет те же самые последствия, которые вызывает обычное табакокурение. С 1 января 2019 года вейперов начнут штрафовать за курение в общественных местах. Закон о госрегулировании оборота никотинсодержащей продукции принял окончательную редакцию. Он приравнял электронные сигареты к обычным. Парить в общественных местах безнаказанно не получится. Нарушителю придется заплатить до полутора тысяч рублей. На Кубани разработали бесплатное приложение для мобильных телефонов «Безопасность. Это важно». Услуга призвана помочь пользователям смартфонов на базе Android сориентироваться в опасных жизненных ситуациях, оказать первую медицинскую помощь нуждающимся вызвать спасателей. В перечень возможностей приложения входит оповещение об опасном или неблагоприятном природном явлении. Также с помощью него каждый желающий сможет проверить свои знания основ безопасности жизнедеятельности. «Безопасность. Это важно» разработало Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и руководство учебно-методического центра ПГО и ЧС. Виктор Денисенко – знаковая фигура для современной кубанской живописи. В детской художественной школе поселка Ильский открылась выставка ранних работ художника – центральная тема экспозиции природы Краснодарского края. «В нашей детской художественной школе поселка Ильского сейчас проходит замечательная выставка профессора кафедры живописи и композиции Кубанского университета Виктора Ивановича Денисенко. Но выставку мы решили сделать не уже профессиональных работ, а его студенческих работ, так как детям это гораздо ближе. Тут мы видим замечательные портреты, видим пейзажи, причем все эти пейзажи и дети понимают этюд. Что такое этюд? Это краткосрочное, это на состоянии природы. Вот оно такое утро, немножко хмурое, оно буквально через несколько часов уже изменится отношение неба к морю, к земле. И нужно художника успеть поймать вот это состояние». Морские пейзажи города Новороссийский Геленджик вдохновляли мастера со студенческой скамьи. С помощью кисти Виктор Денисенко смог передать не только красоту, но и состояние природы, ее настроение. «И вот на этой выставке, она очень большая, она ездит по России, по Краснодарскому краю, в Крыму. Вот он знакомит именно со своим творчеством и учит правильно понимать, как же нарисовать вот этот пейзаж, чтобы он был свежим, эмоциональным, чтобы он передавал состояние природы в данный момент. Для художников это очень важно». Этюд пишется относительно быстро, в течение нескольких часов. Но этого достаточно, чтобы сделать пейзаж по-настоящему удушевленным. Именно поэтому выставка получила название «Этюды моей Родины». Каждая работа – это личные впечатления автора. «Это человек, который вырос у нас на нашей родной кубанской земле, впитал вот эту красоту, красочность нашей природы и передает ее в своих живописных полотнах. И учит нас это делать». Виктор Иванович известен и как теоретик изобразительного искусства. На его счету более 120 статей и 15 учебных пособий, посвященных цвету и композиции. Именно по его материалам молодые художники владевают мастерством сегодня. Бабушка, ты же в пенсионном фонде. Так я уже вот, все сделала. Получайте государственные услуги пенсионного фонда через интернет. Рассчитать будущую пенсию, подать заявление о назначении пенсии или социальных выплат, выбрать способ их доставки и многое другое – теперь на сайте пенсионного фонда. Пойду к подруге. Не все же можно делать удаленно. Пенсионный фонд России. МЧС России предупреждает. Неосторожное обращение с огнем приводит к трагедии. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. МЧС России. Продолжение следует...